Это твое лучшее было выступление в карьере? Наверное, да. Я думаю, что. Ты думаешь, что люди недооценили, что ты в этот бой? Ты думаешь, что тебя недооценили до этого боя люди? Если честно, мне вообще без разницы, кто меня оценивает, недооценивает, я иду своей дорогой. И все, для меня это не имеет никакого значения. Сколько людей, столько мнений. Твоя команда сказала, что ты придешь и ты его досрочишь. Так было, как ты планировал все? Ну, мы создавали причину, а там на все воле Всевышнего, значит, так должно было быть, да. Мы создавали причины, и все для Бога. И, да, я думаю. Ты думаешь, что после первого нокдауна, вот тогда у него перестало все получаться, потому что такое ощущение было, что он уже не смог вернуться после этого нокдауна? Наверное, это, скорее всего, надо спросить у него, но этот лево-боковой был очень сильный, очень сильный, и он не ожидал его, а когда ты удар не видишь, он вдвойне сильнее становится. Я думаю, что ты должен спросить ему это, но лево-хук был очень, очень сильным, и он не ожидал, и когда ты не ожидал, это другое импакт. Можешь что-то нам выдать по стратегии, которая была до этого боя против Тима Цзю? Да, была работа посмотреть, первый раунд присмотреться, как он бьет в первую очередь, какой сильный у него удар, и уже ловить на его ударах, потому что люди, многие говорили, что я очень размашивается бью, но Тим тоже бьет, очень размашивается, поэтому это было видно и заметно именно его удары. Объединение поясов с любым чемпионом было бы интересно подраться, потому что было бы хорошо провести пару боев с чемпионами, объединить пояса и подняться на весовую и выше. Я просто интересен в унифировать мой титр, бороться на каких-то чемпионов, я хочу бороться на несколько чемпионов, и я уйду в дивизию. Было легче, чем ты думал? Да я, если честно, не думал. Я, как и на интервью говорил, если будет в первом раунде закончиться, я готов буду закончить в первом, в третьем, в третьем, в двенадцатом, в двенадцатом. Да, но бой не получился слишком сложным, потому что он прошел очень быстро. Но я был готов к любым исходам, мы готовились на все двенадцать раунды. Я, honestly, не планировал ничего, если бы он закончился в первом раунде, как я говорил в интервью, он бы закончился в первом раунде. Если бы он закончился в третьем раунде, я бы не ожидал ничего. Я готов был готов, чтобы все двенадцатые раунды. Да, это было не так сложно, потому что он закончился так早ее, и я не получал слишком много, но я готов был готов. Ты не мог бы защитить себя, как ты продолжал бороться, вместо того, чтобы защищаться, он пошел вперед и начал с тобой драться? Ну, я не знаю, может быть, он просто не пришел до конца в себя и не особо знал, что он делает, но он очень храбрый парень. Он очень храбрый парень, и продолжает драться, и судья ему давал продолжать, чтобы он мог себя показать после четырех таких жестких нокдаунов, и ему большой респект, то, что он дрался реально как мужик. Ну, может быть, он не успевал хорошо, поэтому он не понимал, что он делал. Но, знаешь, он был очень храбрый, когда бороться после четырех раундов, даже реферирует ему очень много возможностей, чтобы бороться. И после четырех раундов он очень храбрый, и я ему очень храбрый, что он настоящий человек. Он просто благодарил меня за бой, это всего лишь спорт, бокс это всего лишь спорт. После ринга, но после войны уже мы пошли на мировую, но перед боем он там говорил какие-то не особо хорошие слова насчет меня. В принципе, я ему особо ковода не давал, но бой закончился, без обид. Мы пожали руки, как воины, и на этом все закончилось. Да, он просто пришел к мне, и в конце дня это просто спорт, и я не было ничего личного против него. Прежде чем бороться, я думаю, он был промоутен, и он говорил какие-то, что, знаешь, что было как-то мешало меня, даже если я не дал ему никакие причины, но после бороться мы просто взяли руки, мы были в порядке, и, знаешь, он просто поздравил меня и сказал спасибо за бороться. Я знаю, что ты говорил, что, конечно, что ты делаешь на любых людей в твоей весной дивизии, но название, который фанцы в Америке будут называть это Чарло. Есть интересы в бороться с Джамелом Чарло? Ты сказал, что ты готов со всеми чемпионами драться, но вот в Америке очень популярен в твоем дивизии Чарло, который не является на данный момент чемпионом. У тебя есть интерес именно с Чарло подраться? Там, я говорю, мне без разницы с кем драться, если же не получится договориться, у кого есть пояса, мы будем выбирать из более лучших доступных бойцов, поэтому будет, будет это Чарло, будет это Крофорд, будет это Фундора, Спенс, не имеет никакого значения. Приоритет это пояса, если нет поясов, боев за пояса, то можем подраться хоть с кем. Моя приоритет это бороться для больше титров против Спенс, Фундора, или Крофорд, но если мы не можем это сделать, то мы выберем лучшую опцию, которая нам дает нам больше возможностей. Просто люди не знают, кто меня тренирует. Рома! Рома, пойдем! Если бы они знали, пойдем сюда. Если бы они знали, кто мой тренер. Thereавном, пойдем, если бы они знали, если бы они знали, как он меня тренирует, как он меня тренирует, я думаю, никто не знает. не знали, как он меня тренирует, то, trust me, никто бы не смогいく как я сдавать. Что ты думаешь про Крофорду? Что ты думаешь о Crawford? И я говорю, что вы знаете, кто этот парень, кто он способен, так что спасибо. Если у нас достаточно времени, то... Спасибо за то, что этот парень очень большой для него. И теперь мы стоим весь этот парень. Мы приходим, мы видим, мы победим, и мы идем домой. Это то, что происходит. Люди просто не понимают, как он меня мучает на тренировке. Люди даже не понимают, как много я стрелял во время тренировки с этим парень. Он любит меня. Но теперь он меня любит. Хорошо, ребята. Спасибо вам большое.